Было время, когда на домах не было вообще никаких указателей. Их искали по описаниям, и надо было расспросить ни одного прохожего, чтобы найти именно тот дом. Но ведь что-то похожее случается и сегодня, особенно в новых и незнакомых районах. Кто из нас не блуждал по незнакомым улицам или дворам? И тогда казалось, полцарства готов отдать, лишь бы найти заветную адресную вывеску. Но она так часто подводила. Подводили, потому что их просто не было. Все углы обходили, а их нет. Но на каком-то углу они должны быть. Вот они какие. Я держу в руках ту самую табличку, которую подчас ищут многие и не находят. Или она затемнена где-то за деревьями, или она мелкая по старым габаритам. А вот эта табличка, я вижу, она больше метров в длину. Есть определенные нормативные документы для жилищников, какой вид должна иметь адресная табличка. Обязательно прописаны ее размеры. Обязательно прописано, что название улицы пишется на белом фоне синими буквами. Номер дома, наоборот, на синем фоне белыми буквами. Табличку должно быть видно издали. Но с какой стороны дома ее искать? Таблички такие чаще вешаются на центральном фасаде дома. Центральный фасад – это не тот, где подъезды, а именно тот, который выходит на улицу. То есть, если во двор дома можно заехать с двух сторон, на доме будет две адресные таблички. А если фасад дома выходит не на проезжую часть, то таблички могут быть размещены со стороны подъездов. Таблички должны быть видны и полезны. Учитываются пожелания и жильцов дома. Предложения могут быть разные. Чаще всего, где удобнее и где виднее. То есть, если, например, автомобилиста или если кому-то ехала скорая помощь и не увидела, да, мы принимаем к рассмотрению любые обращения. Мы выходим на место, рассматриваем, если факты подтверждаются. Либо мы перевесим, либо мы опилим ветви. Надо сказать, что таблички не только закрывает бурная растительность, но и срывают порывы ветра, а то и вандалы. Так что для размещения адресных табличек выбирается самое удобное и безопасное место. Учитывается и где ее привыкли искать. Прочно будет держаться? Прочно, если физически. Только в одном случае оторвать можно. Если кто-то залезет, физически оторвет. То есть, на годы вперед он будет здесь? Конечно. Ну что ж, значит я здесь уже теперь не заблужусь. И не только я не заблужусь. Ведь каждый год проводится весенний и осенний осмотр зданий. Вся информация о пострадавших адресных табличках включается в план по их восстановлению или замене. Иначе и быть не может. Ведь это важнейший городской ориентир. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытичинский.